Добрый вечер. Наша близость к Европе, она постоянно подталкивает нас к тому, чтобы пытаться как-то себя почувствовать практически одной ногой уже на этом континенте. Мы все время пытаемся сделать вид, что к Азии не имеем никакого отношения, и кроме не всегда удачных потуг оказаться европейцами, бывают довольно удачные варианты, когда оттуда нас тоже принимают за европейцев. Они полагают, что посмотрите, русские, ну вот откуда ни глянь, абсолютно нормальные европейские люди, поэтому давайте попробуем с ними как-то по-европейски. В том числе это сказывается в номенклатуре товаров, которые приходят в нашу страну. Оттуда к нам регулярно появляется что-нибудь, что предназначено для них, но может быть приживется и у нас. Иногда вызывает легкое непонимание, например у меня. Машина Audi A5 Sportback это хэтчбэк пятидверный, практически обычно сделанный по мотивам А4, по большому счету это и есть хэтчбэк из А4, но с приписочкой купе. Это такая удивительная ситуация, которую впервые породил Мерседес Бенц, он сделал машину с четырьмя дверьми, нормальным багажником, то есть седан, обычный, просто седан. Но Мерседесу показалось, что это настолько нетрадиционно, что вот они вот так вот удивительно сделали не просто седан, а седан. Но это было как-то слишком банально. Они взяли ее и назвали купе. Вот четырехдверную машину с четко очерченной трехобъемностью кузова назвать словом купе, это практически то же самое, что, ну например, автобус с гармошкой, имеющий, неважно какое количество дверей, тоже посчитать, ну например, купе. Сказать, вот и Карус, который едет по Москве, или там Лиас, посмотрите, у нас Ликинский автобусный завод делает настоящее элитное спортивное купе. Он практически то же самое. И как только Мерседесу это сошло с рук, его никто не ткнул носом и не сказал, что, ребят, вы просто заврались откровенно. В Мерседесе ему все позволено. То есть он крут ровно настолько, что у него в коллекции 10 апельсинов, это уже дюжина. Следующий, кто вступил в эту игру, в том числе был концерн Volkswagen Audi, сделали машину под названием Passat CC, просто четырехдверный седан, типа 24-й Волги. Не, это купе. И вот пятидверный хэтчбэк, он называется на всякий случай Sportback Audi A5. Это пятидверное спортивное купе. Машина мне лично не очень понятная. Вот по площади на дороге она равна нормальной А4, то есть занимает столько же места, сколько и полноценный седан, но по жилплощади и оборудованию кухни, спальни и всех остальных подсобных помещений она тесная. Она тесная в том числе за счет того, что у нее заниженный силуэт, ведь нужно же быть как-то элегантным. Не помещаешься. И хотя мой рост, конечно, не эталонный, но для того, чтобы даже меня туда как-то более-менее упаковать, пришлось меня не столько посадить, сколько положить. Четыре полулежащих места. Здорово. Даже есть багажник. И во всем остальном нету свободы маневра. Но не под то и создавалось. Ведь машина-то европейская. Европейский товар. Машина адресована в первую очередь кому? Немцу. Немцу. Человеку из страны, больших автобанов. Человеку, который довольно часто ездит работать в соседний город, где гетеросексуальные отношения не всегда подразумевают семью. Поэтому рядом ты кладешь свою любимую блондинку и куда-нибудь без детей спокойно едешь. Либо вы вместе работаете в одном офисе, где собственные познакомились, либо у вас какой-то совместный досуг. Машина для того, чтобы ровно, хорошо, красиво ехать и при этом быть в чем-то нетривиальной. Спереди определить в ней купе нереально. Сбоку уже интересно. Сзади всего лишь навсего хэтчбэк. Но для особо пытливых есть же подсказка под названием спортбэк. И вот именно этот вариант европейского пришествия к нам подразумевает, что основной клиент должен быть завезен вместе с ней. То есть, если вы сюда пригнали эту чисто европейскую немецкую машину, то желательно, конечно, чтобы ее купил тоже такой же четкий молодой немец, который, как правило, не рискует после 1945 года пересекать демаркационную линию между нашими странами. И для того, чтобы какое-то движение в этой машине совершить, нужно все-таки для начала сходить к ортопеду, потому что не все легко и не все непринужденно в ней получится. И в этой связи машина все-таки является для меня легкой загадкой. Там аналогичность здесь нет, поскольку то количество немцев, которое необходимо для поддержания достойного уровня продаж, в нашей стране все-таки не очень четко ощущается. Но, при всем при том, ТФСИА-шный мотор, то есть тот самый ТФСИ, который несколько лет подряд лечили от масла жора, и, по идее, где-то уже годика-полтора как вылечили. Это как раз его базовый 1.8, причем 170 лошадиных сил. У двигателя есть вот эта игривая легкость. Наступаешь на педаль, и машина очень легко. У нее стоит мультитроник, это на языке Ауди, на самом деле название вариатора. Очень легко идет. Действительно приятно. Очень хорошо на Ауди потратились на шумоизоляцию. Закупорили так, что не слышно в принципе ничего. В этой машине абсолютно все бесшумно. И тем более моя машина была тестовая на Хакапеллите без шипов. Но это была такая мера, скорее, вкусового выбора представителя тест-парка, который переобул ее именно в эту резину. Довольно часто в пресс-парк машину обувают именно на резину без шипов, чтобы не было слышно, как она цокает когтями по асфальту. Здесь это было абсолютно излишне. Едет машина упоительно. Но! Наступаешь на педаль, и вот эти все чрезвычайно сложные аудиошные подвески Ауди не бывает простой. Ауди А4 очень непростая машина. Там спереди стоит такая фантастическая подвеска, что не сразу ее можно описать в три слова. Сзади стоит многорычажка. И вот это все великолепие инженерного мастерства. Ты наступаешь на педаль, оно рассыпается из цельного образа в траекторное рыскание. Машина начинает метаться от бордюра слева до испуганного соседа справа. Не потому, что у нее избыточная мощность, не потому, что вариатор передает сразу очень серьезные крутящие моменты. Полка крутящего момента достигает тебя не в тот момент, когда ты срываешься с места. А траекторные рыскания идут практически как у дешевого хэтчбека, у которого это, как правило, вызвано тем, что полуоси разной длины. Это нормально, потому что у большинства двигателей, расположенных поперек, полуоси разные длины. Одна короткая, другая длинная. Поэтому моменты и инерции разные. Машину, хочешь не хочешь, начинают кидать. Но у Ауди-то мотор стоит. Не поперечно. Он стоит продольно, как у взрослых, как у больших, вне зависимости от того, насколько она переднеприводная. И этот момент траекторного рыскания, он сводит на нет все усилия лаборатории по управляемости и плавности хода. Ребята недоработали. И получается, что за миллион шестьсот, приобретая автомобиль с вариатором, с двигателем в 170 лошадиных сил, без турбоямы, с шикарной шумоизоляцией, с очень хорошей музыкой и с блистательно настроенной климатической установкой, одна из немногих климатических установок, которые работают в режиме авто лучше, чем в любом другом, ты все-таки покупаешь загадку. Эта загадка в нашей стране нелогична, потому что хэтчбэк это, как правило, компромиссная машина, помощник по хозяйству, когда универсал для тебя избыточен, а седан недостаточен. И любой другой хэтчбэк, каковым и является Audi A5 Sportback, это как раз автомобиль, в первую очередь задача которого помогает тебе по хозяйству. А он как раз не может ничем тебе помочь, потому что он тесный. По жилплощади много, по факту мало. Снаружи элегантно, но кто вообще, в принципе, может наслаждаться силуэтом пятидверного хэтчбэка, полагая его за купе. В остальном, не все просто и не все понятно. Хотя цена, в принципе, обязывает уже быть каким-то очень серьезным подарком судьбы, потому что за миллион шестьсот приобрести такую машину, нужно понимать, зачем ты это делаешь. Ради того, чтобы наслаждаться хорошо настроенной музыкальной установкой, под названием так скромно, Audi Concert, ну, наверное, это тоже можно. Хотя некоторые грамотно установленные магнитолы стоимостью от двух тысяч рублей звучат ничуть не хуже, если установщик грамотный. То есть, докупать все остальное не было уж большой серьезной обязанностью. И в этой связи машина кажется непонятной. Она логична там, не очень логична здесь, и является блистательным реверансом в нашу пользу от тех людей, которые приняли нас за честных, чистых европейцев. В Европе у этой машины есть своя среда обитания и, соответственно, свой клиент. У нас здесь со своим клиентом все-таки есть определенные сложности. Отгадкой, зачем эта машина нужна, является ее субплатформный родственник. Audi A5 Coupe. Настоящее Coupe. Вот именно эта машина, о которой я расскажу после перерыва, и является ключом к пониманию пятидверного хэтчбэка. Новости. Так вот, продолжая про Audi. Audi A5 Sportback, пять дверей и бесхозяйственность. В том смысле, что по хозяйству Sportback не помощник, тесненький. В этом отношении машина непонятная и является просто реверансом европейцев в сторону нас, азиатов, принятых за европейцев. То есть нас считают вполне людьми, подходящими под этот товар. Так вот, если где-нибудь на просторах нашей страны встретить ценителя, поклонника, фаната Audi, они водятся, они иногда даже сбиваются в стаи тематических клубов, подойти так вот и пожаловаться, сказать, ну вот что-то я тут ездил на Audi, наверное, не то. Этот человек вежливо спросит, а привод-то какой был? Мона? И, увидев утверждение во взоре, скажет на немецком Ich Audi Mas Quattrzein. Настоящая Audi должна быть Quattro. Вот это и есть отгадка. Берем Audi A5 Coupé, настоящую Coupé, уже действительно двухдверную с четко очерченным багажником в исполнении Quattro. Полный привод. Все. Вот теперь понятно, зачем нужен обычный Sportback. Зачем вообще нужна, в принципе, моноприводная любая Audi? Это такое альтер-эго. Это машина упрощенная, ухудшенная, моноприводная. Она служит для того, чтобы человек на ней на тест-драйве покатался и понял, ну да, ничего особенного. Это, ну машина, ну миллион шестьсот, непонятно зачем. А вот когда пересаживаешься в Quattro, вот понятно. А пятый хэтчбэк пятидверный, это машина для того, чтобы посмотреть и отказаться, а потом сесть за руль полноприводной машины и не просто проникнуться доверием и пониманием, вообще перестать подозревать машину в какой-то ущербности, начать наслаждаться. Люди, работающие на Audi, они вообще идут, конечно, очень сложным путем инженерного мастерства, они свою жизнь серьезно усложняют. Но они носители понимания того, как должен быть настроен полный привод. Водителю это совершенно не нужно. Но зато именно на полноприводной Quattro ты чувствуешь себя очень мастерски настроенным водителем. Ты понимаешь, что твоя квалификация фантастическая. Ты так едешь, что прямо кажешься сам себе очень умелым. Это все заслуга автомобиля. Потому что любого человека посади за руль Quattro и выяснится, что он мастер. Я сел за руль двухлитровой машины. То есть если у обычной бесхозяйственной пятидверки был 1.8, то здесь уже 211 лошадиных сил 2 литра. TFSI, тот же самый моторчик. Уже вместо вариатора, не нормальной коробки, а DSG, семерка, та самая треклятая, которая, в общем, не оставляет никаких надежд на безбедную старость этого автомобиля. Но! Вот это симбиоз техники. Очень легкий мотор. Великолепно совершенно раскручивается. Турбоямы нет. Отлично настроенный полный привод. Нормальный усилитель руля электрический. Ну, про тормоза не говорю. С тормозами, знаете, только в нашей стране до сих пор не разобрались. Нужны они или не нужны. Но еще американцы не очень понимают, зачем. У немцев все в порядке. Тормоза работают. И вот это все вместе. Представьте себе, на любой скорости, по любому покрытию, на четвертой хакапелите, нашипованной, на очень широкой и низкопрофильной. И можно ввалить, по большому счету, не глядя, на любом покрытии. Ну, для штурманов, кто в курсе, левый третий опасный. Это 90 градусов. Скорость такая, входа явно ошибочная. То, что зимой делать нельзя. А под копытечками стандартная московская ерунда под названием что-то такое льдистое, что-то такое мокренькое, что-то такое присыпанное. Но это вот только что снегоуборщики прошли, ядом облили, минус 12, оно мокрое. Идешь как по нормальному летнему сухому асфальту. И обычно зимняя резина, даже великая хакапелита, она немножко скрадывает ощущение автомобиля, потому что все-таки рассчитана не под отточенную управляемость, а под безопасность езды и под хорошую разгонную тормозную динамику, особенно тормозную. То есть хакапелита должна удержать и должна вовремя остановиться. И это, как правило, смягчает реакцию на любое действие. Здесь все в порядке. Ты чувствуешь автомобиль, ты понимаешь, куда он едет, и он четко совершенно чертит ту траекторию, которую ты мысленно заложил. Вот это блистательность инженеров квадро. Совершенно автономная категория, и правы те фанаты марки, которые считают, что если Audi не полноприводная, тогда не имеет смысла ее покупать. Потому что у меня ничего такого, просто машина. А вот когда она полноприводная, да, мощный мотор, полный привод, к машине начинает возникать доверие и понимание. И вот только после этого уже совершенно не играет никакой роли, что она же двухдверка, она же еще теснее. Так она для другого. Она для того, чтобы быстро, стремительно, если надо, со светофора. Надежно в любом повороте. Неважно на каком покрытии. Даже во дворе, представляете, эти четыре колеса гребут, как у грузовика. Если, например, въехал в какой-то сугроб и морда даже вывесилась, то машина все равно сама себя сдернет и нормально покинет это печальное эвакуационное место. И едешь на всем на этом, оно тебе подчиняется. И оно тебе помогает. И опять-таки, потрясающая шумоизоляция, тишина. Вот этот вот музыкальный ящик под названием «Ауди Концерт», в котором ничего разобрать нельзя. Он русскоговорящий, но поймать там, например, свою радиостанцию нереально. Рехнешься. Там нету кнопок, чтобы там первая кнопка была «Финам-ФМ», вторая была «Весна-ФМ», третья была «Радио Восток». Этого нету. Ты должен каждый раз что-то такое перебирать. Там есть какие-то совершенно удивительные проблемы, которые явно горе от ума. Попробуй отколотить от дворников лед. У дворники всегда зажаты капотом. Для того, чтобы их поставить в вертикальное положение, подходящее для стряхывания льда, нужно залезть в борткомпьютер, рехнуться, потратив полжизни на поиск этого положения, после чего уже, может быть, добиться какого-то результата. В бардачке нет подсветки. Но хоть ты застрелись, нет ее. Те, кто дочитал инструкцию до конца, среди фанатов такие люди водятся, они знают, что в действительности подсветка в бардачке как-то включается. Даже знают тот бубен и тот алгоритм ударов в него головой, который приводит к желаемому результату. Но в обычной жизни догадаться, откуда добывается свет в бардачке, нереально. А все это не важно. Ложишься в это кресло, наступаешь на педаль, и это все послушно уносит тебя, не теряя надежности ни в какой момент твоей езды. А уж траекторные рыскания, как у переднеприводника, вот эти жалостливые, да ну что, да нету. Стабильно. Все четыре. В любой момент. И вот именно это является, в принципе, основой идеологии Ауди. И когда на автосалоне, вот сейчас, например, по осени, соответственно, уже прошлого года, показывали в Париже концепты, они, конечно же, были под обязательным логотипом Quattro. И не случайно 30-летие Quattro Ауди в нашей стране столь шикарно преподнесло аудитории. Это было, конечно, всемирное явление, но 30-летие Quattro — это была дата масштабная. И великие, например, Александр Пикуленко и грандиозный Денис Орлов даже сделали аудиокнигу, посвященную 30-летию Quattro. И пиар-директор Ауди Алексей Кожухов, человек, чрезвычайно тонко чувствующий марку и истинные ценности бренда, он как раз сделал на этом очень грамотную пиар-компанию, потому что вот именно так нужно преподносить. Просто говорить, знаете, а у нас есть Ауди, а у нас есть мотор, а у нее передний привод, и вам будет так же здорово, ну практически так же здорово, как на полном. Нет. Между ними просто Рубикон. Туда не перейдешь. И Quattro реально грандиозная заслуга Ауди, потому что по большому счету Ауди стала первой фирмой, которая объяснила, что полный привод важен не только на бездорожье для преодоления препятствий. Полный привод может быть на избыточном мощном моторе для улучшения управляемости. И когда Ауди только-только появилась со своей разновидностью Quattro, она не встретила полного понимания, потому что всем казалось, что это какая-то избыточность. Ну, кому казалось из-за того, что топлива слишком много потребляют, кому казалось, что четыре колеса, гребущие в одном направлении, это просто ни к чему. Французы по сей пору полагают так. Французы до сих пор не изобрели своего полного привода, они понимают, что есть танк Leclerc для преодоления каких-то серьезных вещей, есть бронетранспортер Panar, который может тоже помочь, он полноприводный, а в мирной жизни это никому не нужно. Немцы пошли своим путем, причем немцы ведь были законодателями, и Ауди многократно отметилась в том, чтобы первой что-то такое привнести. Например, вот нынешняя поросль вариаторов, уже получивших цепь, а не ремень, это тоже заслуга Ауди. Первой, кто вдохнул серьезную жизнь вариаторы в нашем с вами уже исполнении, в нашем веке у нас на глазах, была Ауди, а до этого было как раз великолепное присутствие полного привода. Тогда еще, довольно строгого, тогда еще требующего от водителя навыка, а сейчас наоборот, уровень развития полного привода Quattro таков, что от водителя не требуется ничего. Помешать ему уже нельзя. Если первому Quattro можно было помешать, то нынешнему уже нет. Он гораздо умнее водителя, он ведет себя стабильно и раскрывает ответ на вопрос, зачем нужна эта машина. Вот эта машина нужна для того, чтобы все четыре колеса постоянно работали и помогали не терять стабильность управления вне зависимости от скорости, покрытия, ошибок, проблем, неровностей, климата. Четыре колеса. И огненная саламандра, которая была избрана в качестве эмблемы полного привода и стала в том числе на обложках аудиокниги Пикуленко и Дениса Орлова, она обладает вот этой же самой устойчивостью. Все четыре лапы у нее держатся за то, что обычно ученые называют субстратом. И с одной стороны саламандра, а с другой стороны, конечно, огненная, потому что ставить полный привод на мотор какой-нибудь там, условно говоря, 1,5-1,7 лошадиных сил, нет, это безумие. Это для Субару. Это пусть они попробуют. Субару является тоже в этом отношении носителем истит, правда, немножечко другого генеза. Вот именно у Ауди отработка идеи полного привода наконец-то привела к тому, что теперь они сами оказались в состоянии выбора. А куда дальше идти? Конечно, есть патриоты марки, готовые покупать просто Ауди, например, опять спортбэк. Ну, вроде бы это купе. Нет, это абба. Это европейская игра маркетинговая. Ауди только полноприводная. И после этого спрашивается, люди ведь знают, что ездить нужно на полном приводе, тогда зачем выпускать все остальное? В этом и сложность. Они пытаются сблизиться по ценам с тем, чтобы полный привод у Quattro был не сильно дороже при прочих равных условиях у аналогичной тележки, имеющей монопривод. Но премиальность. Поэтому ценник уже такой, что вот двушечка полноприводная стоит практически 2 миллиона. Можно купить на механике, она будет на 100 тысяч дешевле, но 2 миллиона. Но 2 миллиона. Если в этой машине столько премиальности, премиальность вещь условная. Если в этой машине на 2 миллиона технологий, да, технологии здесь есть. 2 миллионов нет. Вот именно поэтому для того, чтобы покупать в нашей стране, продавать в нашей стране классическое купе Audi A5, нужно опять-таки завозить немцев. Перерыв на новости. Ну, нашлось, естественно, упрямиться. У него 7 баллов движения есть, у Mail'а 8 баллов движения нет. Причем сегодня коллапс начался уже задолго до нынешнего вечернего часа пик. Днем полмосквы простояло. Ну, хотя оба ресурса показывают, что ничего подобного движения есть. Есть ли жизнь на Марсе? Ага, есть, конечно. 65 10 9 9 6. Владимир, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здрасте. В продолжении темы, как вы рассказывали о полном приводе, хотел спросить. Пришло время, пора мне заменить машину. И мне очень, как бы, по душе автомобиль, GLK, Mercedes, полноприводный небольшой такой джипчик. Но есть сомнения в плане, есть предложение BMW X4, очень хорошее предложение есть, Toyota Prado. Вот что посоветовать из этих трех машин? Вы это все новое на рынке нашли? Или все сэкономерно? Все новое, абсолютно новое. Расскажите мне поподробнее про X4 BMW. BMW X4 2013 года, полной комплектации, в районе миллиона 600 предлагается, практически во всех салонах. Поэтому очень соблазнительная цена. И насколько для вас в этой связи важен полный привод? Очень важен. Хочу давно полный привод. И вот не могу без полного привода. Хочется. Ну, тем более, все-таки, здесь, я так понимаю, учитывая, что вы запали именно на X4, а это все-таки машина непрактичная за счет своей геометрии. Она же претендует быть якобы купе. Поэтому по багажнику и по задним посадочным местам тут очень серьезный компромисс. То есть такой аналог X6, только поменьше. И получается, что вам важен именно вариант управляемости, а не проходимости и помощи по хозяйству? Или нет? Ну, помощь по хозяйству тоже важна. И, в принципе, у меня все автомобили были Мерседесы. И как бы больше лежит душа. И всегда задний привод для меня очень нравился. Вот GLK как бы на ней остановился, но вот сомнения. Ну, а тогда странно, какие сомнения? Ваш патриотизм, да, в уши маркетологам. Они же будут просто в восторге. Вы приходите как патриот Мерседеса. Вас ведь не смущает то, что у вас руки две, а машина рассчитана на человека с одной рукой. По подрулевым рычажкам. Вы как раз идеально вписываетесь вот в этот портрет однорукого бандита, который и является целевым клиентом Мерседеса. Тем более GLK, особенно когда вы берете у него большой по объему мотор. То есть стартовый, ну, ему маловато. А вот как только вы уходите к трем литрам, вы получаете очень хороший аппарат. У него тем более фирматик хорошо настроен. Поэтому, если надо, он всегда вовремя блокернет там, где хотите. Но по дорожному просвету он не чета Прада. То есть на Прадо вы плюхнулись в болото, хрюкнули и доползли до другого берега, ну, при прочих равных условиях. GLK на полпути скажет, что он все-таки подводная лодка и ляжет на дно. А Х4, ну, он для красоты. Он для наслаждения. Это как собака-баллонка. Кому нравится, какая она внешне прикольная, тот понимает, что она не будет нести какую-то охранную функцию, тяфнет, как звоночек, и скажет, ой, кажись воры, и брысь под кровать. То есть для красоты, для эстетики. Хотя тоже вроде собака. А GLK, ну, это ваше. Либо вы уходите на ML, либо на GL. Ну, MLGL это слишком пока в будущем может быть. В качестве пожелания на будущий год, наверное. А Прада, тем более, вас очень сильно разочарует, потому что Прада это ЗИЛ-130. Это ЗИЛ-130, который вот так вот... Но мне вот такой проходимости, наверное, не нужно, потому что по бездорожью ездить негде. Собираюсь в дальние ездить, там, места Карелия, допустим, в те края, но это в основном асфальт. Да, да. Именно так. И GLK вам будет хорошим помощником, а Прада машина, требующая навыка. У Прада, у нее все хорошо, кроме одного. Даже не одного. Значит, у нее плохая коробка, у нее плохая устойчивость, он начинает мотылять по дороге туда-сюда. У нее плохие тормоза и плохой руль. Во всем остальном отличная машина. Тем более Прада. Вот когда стоит, вообще великолепно, можно подходить как к памятнику и возлагать цветы. А когда нужно ехать, нужно немножко подучиться, немножечко смириться, чуть-чуть привыкнуть. Нужно постоянно себе говорить, настоящее японское качество, настоящее японское качество. Я самый умный, потому что я такой... Тут дальше пи-пи-пи, купил эту машину, и пи-пи-пи буду на ней ездить. Она такая прям хорошая, такая замечательная. А нет, она не ломается, она не ломается. С Мерседесом вам не нужно никаких курсов по адаптации. Вы сели, поехали. Просто здесь самое важное, вот именно в Мерседесе это работает как нигде в другой машине. Чем больше опций заказали, тем больше удовольствия. Взяли базу, плеваться будете первые два года, потом просто продадите. Взяли топ с хорошим мотором. Вот оно счастье-то. Все, радость будет полнейшая. И после этого она, кстати, еще и перестанет ломаться. Александр. Алло. Алло. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Говорите. Ну, в общем-то, к европейским машинам. У меня вот явный пример европейского автомобиля, правда не очень нового. BMW E61 универсал. Трехлитровый дизелек. Ух ты. 218.6. Замечательно. Красота-то какая. Вот до чего же удобная машина. Да. Просто в прошлом году анонсировали выход нового универсала. Ну, вот F-серия, которая идет. Ценник у него для российского рынка, я так понял, что поставляется под заказ, от трех миллионов. Что, собственно, в России покупателя вряд ли найдет, как говорят, потому что за три миллиона идут уже хорошие внедорожники, кроссоверы большие. Ее даже не привезут в нашу страну, потому что BMW, прекрасно понимая, что как только они притаскивают сюда универсал, тратятся на взятки, на сертификацию, на откаты, на водку, потом еще на этих девок, которых нужно обслуживать. Потом опять на этих мужевых. А покупки какие? Одна машина в пять лет. Потому что клиент как раз вот этот антагонизм четко совершенно чувствует между Европой и Востоком. Мы Восток, мы Азия. У нас этот универсал, вот вы его купили и, скорее всего, вы его брали на вторичном рынке. Да, я его брал на вторичном рынке, благо, есть сейчас, где, возможно, автокалоны, которые берут в притин машины. И у меня есть знакомые, которые помогли найти чистую машину, которая реально в Германии прошла 101 тысячу. То есть сервисные книжки и так далее, все реально можно позвонить и знать. Вот. Поэтому, ну, как бы деньгами было граничено. А брал большой автомобиль, потому что у меня большая. Ну и правильно. И вы взяли один из лучших вариантов. Как только он пересекает границу и продается новенько в нашем салоне, он стоит ровно столько, что вам проще пойти купить либо квартиру, либо внедорожник. Да. Либо по чеку взять эту машину, квартиру. И жить в ней большой семьей. Вот. Собственно, по этому автомобилю, что скажете? Как турбины, потому что у меня она сейчас прошла 183 тысячи. Турбины, сказали, сопливит. Но ничего страшного типа. Нет никакого. Масло не жрет. Вот расходик сейчас как бы не очень хороший по пробкам по маску. Ну, по-любому, да. Тем более у вас же 3 литра. А это очень хорошие 3 литра. И на этих 3 литрах у них и семерки, и, соответственно, вот все пятерки, вся семья. Замечательные моторы. Единственное, что я никогда в жизни не поверю в 101 тысячу километров. Ну, просто в силу своего природного недоверия. Я пару раз в жизни видел реальных немцев. Я не могу себе представить, чтобы эти люди по секундомеру отмерили 101 тысячу, потом быстренько продали машину. Нет, там 101 с копейками. Причем я проверял, я брал все диагностические кабель. Программ всевозможных, в том числе и тиндерских. Вот. Пробег зачут везде, и везде он совпадает. Хорошо. А ошибок нет. Ну, там почти все можно почистить. Но если вы преодолели даже рубеж этого самого почти и закопались совсем, тогда дай бог, что он действительно 101, во что верится с трудом. Но когда верится, то уже сразу начинает радовать. Хороший пробег. 182 тысячи для этого двигателя, тем более это же все-таки трешка. Это только он размялся. И у него, естественно, будут какие-то, хотим мы того или нет, проблемы. Особенно, когда тут поджирает, там подсопливливает. Но вот ресурс этого мотора, он изначально был рассчитан на то, чтобы машина пробежала 250 тысяч. Соответственно, то есть 250 с запасом. А у вас всего лишь 182. Вам еще осталась вторая жизнь этого же самого автомобиля? Ну вот я сейчас в связи с рождением третьего ребенка уже начал смотреть в сторону Mercedes R-класса. Тоже 3,2 дизель на полном приводе. В общем, конечно, тоже вторичка, потому что денег на новый двигатель партнер. Ну, R-ка, в общем-то, неплохо, но тут уже вопрос, влезет ли туда вся семья или нет. R-ка сама по себе затея для американцев. И вот по опыту моего друга, который тоже метался между R-кой и еще чем-нибудь подобным, он потом все-таки купил себе Виана. Полный приводный Виана, причем он взял себе его длиннобазный, со всеми вариантами, какие только бывают, остался доволен. Ну, правда, он довольно крупный по размеру, но у него такое же количество детей, правда, у него еще есть некоторое количество собак, и всегда что-то из барахла. Поместились, в R-ку не влазили. Виана не на каждый день, я думаю. То есть, как бы, на ней каждый день сложно. На R-ку, в принципе, я не видел. Ну, R-ка все сделана по мотивам легковой машины, а Виана — это тот же самый вариант «Газели», но просто сильно улучшенный. Тут я с вами соглашусь. Но это, опять-таки, кто к чему привык. Мой сосед на ЗИЛ-130 считает, что самая приличная машина, чтобы сгонять в булочную или за пивом, это его ЗИЛОК. Он не понимает, как это может делать на Жигулях. Ну, я учился на 53-м «Газели», поэтому у меня привычные все-таки большие машины с задним приводом, которые... Ну, вот, будем смотреть. Пока я как-то доволен. R-ка, соответственно, придет к вам из Америки, скорее всего, из долларовой зоны. Угу. А Европа-то из Германии там как-то... Европа не очень в курсе, что у них есть эта машина. Там слишком ограничен рынок, и машину делают для американцев, делают ее американцы сами для себя и таскают в том числе в Европу из Америки. А правильный вариант, конечно, ее в Европе тоже поискать. Но в Америке предложение шире. И по Carfax, ну, тоже неплохое подспорье в поиске подержанного автомобиля. Угу. R-ка сделана была для американцев, и именно поэтому она понятна и логична всем американцам. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас слышать. Я вас тоже рад слышать. У меня такой вопрос. Сейчас владею Audi A6, третий год, квадровая 2.4. Как машина полностью устраивает, там все нравится на самом деле. Единственный минус, слабовато едет, и много при этом пьет бензина. А что значит слабовато едет? Слабовато едет это как? Ну, не знаю. Мне, честно говоря, не очень хватает. А-а-а. И чисто случайно, как бы, по работе заезжал к дилеру Volkswagen, вот, и прокатился там, пока было время, на Golf 7, на Top 1.4 с DSG. Прокатился очень автомобиль, понравился. И, конечно, он маловат после Audi, но решил заехать в Skoda и попробовать Octavia. Попробовал Octavia, понравилось еще больше. Вот. И теперь у меня, как бы, выбор стоит между этой Octavia и под напряжением взять трешку BMW. Заднеприводная. После полного привода A6. Да, 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 да. Ну, вообще, с полноприводным жалко расставаться. Очень жалко. Может быть, уже нужно ходить вокруг следующей A6, просто 2000 какого-нибудь, 2010 года. А BMW от вас потребует, ну, серьезной перекалибровки мозгов. Ваших, собственных. Под вашу ездовую привычку нужен будет либо другой автомобиль, либо под этот автомобиль нужен будет другой Сергей с другими навыками. Все-таки задний привод. А если вы возьмете Skoda, Octavia, да еще в исполнении RS, она будет быстро ехать. Она будет нести вас к следующему светофору так, что не все на Audi догонят. Перерыв на новости. Москва благополучно умирает в пробках. Движение замирает на всех сайтах и на всех улицах. Борис из Казани спрашивает, Hyundai Solaris какой взять, на механике или на автомате? Борис, зависит от вашего возраста. Если вам до 30, интереснее на механике. Если вам после 30, можно уже брать автомат. Разница в том, что с мотором 1.6 на механике это гоночный автомобиль. Едет он фантастически резво. Если вам это важно, в силу возраста, в силу хороших в Казани дорог и умения, например, вашего личного уворачиваться от чудовищного количества камер, то, конечно, на механике эта машина раскроется во всей красе. И, что совершенно парадоксально, практически бесшумный мотор. Настолько интересный, настолько здорово задуманный. Вообще, он не от этой машины. В неплохую тележку поставили великолепный мотор. Получился диссонанс. Но летает шикарно. На автомате? На автомате будет очень неплохой автомобиль. И Павел спрашивает по поводу нового SX-4 New Сузуковского. Тут ряд вопросов. Финальный. Стоит ли брать за такие деньги? За такие деньги, сколько за него хотят, брать его нельзя ни в коем случае. И сильно подозреваю, что фирма Сузуки все-таки с нашего рынка с таким ценообразованием уйдет через какое-то время. Они поставили себе план порядка 30 тысяч на этот год. Сильно подозреваю, что не получится у них 30 тысяч. А на самом деле, Павел, вот какой совет. В газете Авторевю это единственное в нашей стране издание, которое всерьез занимается автомобилями, разбирается в них и глубоко копает. В первом номере за этот год сравнительный тест, где главный герой как раз СХ-4 Нью. Ответы на очень многие вопросы вы получите из этой грамотно написанной умными людьми статьи. Евгений, здравствуйте. Добрый день, Сергей. Здравствуйте, Евгений. Вопрос тоже по машинке хотел задать. Евгений, а что ж так тяжко таким голосом, как будто это трагические муки выбора. Это же машину купить. Это же не жениться или нет? Что действительно трагично для человека. Это машина. Машина, да. Смотрите, чтобы, скажем, понимать, по какому принципу я это выбираю, начинал владение с Киа Спектра. Ух ты. Пять лет провладел машинкой. Отдал тестью. Ну, продавать было жалко. Вот, теперь тесть докатывает. Родился второй ребенок, купил Орландо. Вот, два раза уже ездили на море. Очень такая машина хорошая, держится, хорошо идет. Ну, вот сейчас понимаем, что после второго путешествия понимаешь, нужно что-то еще побольше и желательно полноприводное. Икарус не хотите? Икарус? Нормальный туристический Икарус на море едет. Если что, туда. Туристов, обратно арбузы. Да, без арбузов. А семьей, как бы, да, приходится помимо жены детей брать еще и тещу, и я так чувствую, еще и тесь набросится. Разве это отдых? Я понимаю, почему вы пропустили мою реплику по поводу жены. Да, действительно, можно гребать по поводу автомобиля, по поводу остального не надо. Не осмотрите. И что у вас, Вадамнезе, кроме большого количества трепетных? Смотрел, вот, буквально, проходил вчера, сел, посидел в Махаво, прокатился, очень, так, динамика понравилась, почитал отзывы, говорят, что вот сочетание движка, вот у них трехлитрового с восьмиступенчатым автоматом, очень такое, ну, хорошее сочетание, плавность хода хорошая, но что-то у них жалуются на подвеску. Как с этим бороться? Смотря какие жалобы на подвеску проникли в ваше сердце, если кто-то пытался из этого автомобиля сделать внедорожник и прыгнуть с асфальта, то, естественно, он убился там и поотрывал колеса. Это очень большая, такая грандиозная, шикарно сделанная, тяжеленная, на раме легковая машина. И она низкая. Конечно, но это дело, что вот по асфальту, по асфальту, вот когда говорят мелкие неровности на задних сиденьях, такое ощущение, как будто, ну, подпрыгивают и трещет достаточно сильно. Ну, вот, насколько это вот... Насколько лечится? В действительности. Ну, соответствует действительности, да, и лечится это или нет? Действительности это не соответствует, потому что это, как правило, очень субъективная точка зрения. Ну, во-первых, по Махаву вообще мало статистики, потому что продали всего четыре машины за все годы существования, и три владельца счастливые не жалуются, а четвертый все время стонет, что все плохо. Поэтому не очень получается объективная картина. Махав — это легковушка, но она зверски тяжелая. Просто это такой грузовичище, у которого подвеска от легковой машины. Неподрессоренные массы и попытка сработать на отбой, она, конечно, регулярно теща втыкает в потолок. Возможно, в вашем случае это даже неплохо. Один раз прокатите их туда-сюда-обратно, все еще раз они с вами не поедут. Но по подвеске там действительно много чего можно менять, а если вы хотите еще и с асфальта съехать, то нужно менять. А дизель там фантастический. Корейцы очень грамотные. Асфальта-то вряд ли. Асфальта-то вряд ли. А вот по трассе, да, вот в дальних путешествиях как она будет вот по комфорту. А зачем вам столько железо с собой таскать на дальних путешествиях? Вам нужен универсал. У вас, в принципе, Орландо. В чем Орландо проигрывает Махаву? По каким параметрам? У вас 7 мест, если что, 5, то большой багаж. По динамике, вот есть претензии по коробке все-таки. Она немножко дергана такая коробка у меня. У вас 1,8 и КПП? Да. И вам этого не хватает? То есть вот эти 140 лошадиных сил задушенных под Евро-5 вам не хватает? Нет, и хватает, и хватает. Причем я ее как бы, ну, чипанул так в разумных пределах, но... И сколько получилось в разумных пределах? Нет, там максимум, там 7-8 лошадей добавилось. Но единственное, просто она на низах немножко получше стала. Ага. Грамотно? Очень грамотно? То есть не по фанатизму, нет, не фанатика. Ну да, без фанатизма. Без фанатизма, да. Все-таки вы... Стало тянуть с низов, как бы, поувереннее, но вот переключение с первой на вторую и со второй на третьей происходит тоже с такими мелкими рывками, и никак это не лечится. И весь форум нашего Ланда-клуба уже затюкал и дилеров, и представительства, и никто этой проблемой заниматься не хочет. И вот в Махаво я увидел вот как раз ту плавность хода и динамику, которой как раз и не хватало. Итого вам подойдет любая абсолютно машина с избыточным мощным мотором, особенно если она дизельная, потому что по моменту и по динамике она как раз будет очень выигрышная. Ведь вы берете груду железа с кузовом универсал. Вы можете взять то же самое на моноприводе, она будет называться легковая машина с кузовом универсал. Не хочу универсал, ни в кем не более. А, какие-то неприятности предвидите на дороге, не только арбуз выкатится. Живу за городом, да, живу за городом. Зимой все-таки приходится сквозь нех пробираться. Ну, Махав-то в этом отношении не самый серьезный помощник. Знаете ли, с этим Иванушкой и Сусанином вы не то, чтобы придете к цели. Он на полдороге тоже скажет, что у него животик щекочет и он вообще дальше не поедет. Он же низкий. Ну, по крайней мере, у него подвесочка-то повыше еще и гидравлика. Ну, сравнение с Орландо, да, со спектрой, да, а по факту бездорожья, так нет. Его надо будет лифтовать. Либо вы уходите к японцам, например, к какому-нибудь большому Паджеро или Паджеро-спорту, у которых постоянный полный привод позволяет вам, в том числе, под рулем иметь нормальный крутящий момент, то есть вы всеми четырьмя гребете. По динамике там все в порядке. Эти машины 140-150 по трассе идут, причем идут уверенно. А, например, тот же самый Паджеро позволяет детей загружать в багажник лопатой. Ну и тещу даже если что. Он, правда, не бывает с семиместным большой Паджеро. Табуретки оттуда выкинули, потому как в нашей стране никто, как выяснилось, не возит там никого. Только под грузы. Но, по крайней мере, там и дизелек хороший. На большом Паджеро 3,2. И с коробкой все нормально. И по подвеске хорошо. Если вы когда-то попытаетесь пробиться сквозь пургу к себе домой или, наоборот, к большому городу на заработке или за хлебом, то на Паджеро вы с этим справитесь. Блокировка по центру, блокировка сзади. На Мохаве нет. Да нет, я не смотрю в сторону как бы бездорожных характеристик. Мне все-таки больше интересует, как она на трассе. То есть берут машину для... Итого, Евгений, все понятно. Вы выбрали свою машину. Тогда я постараюсь вас уговорить. Евгений, хочу предложить вам. Есть такая шикарная машина с потрясающим мотором, с обалденной подвеской, чрезвычайно удобная. Называется Киа Мохаве. Представьте себе, дизель, 3 литра, 8-ступенчатая коробка автомат. Вот это то, что вам надо. Если вы ее не возьмете, будете жалеть всю оставшуюся жизнь. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Рад, что дозвонился. Я счастлив. Очень нравится ваша передача. Мы братом вдвоем слушаем. Привет ему. Естественно, в разных машинах, двигаясь по пробкам, очень познавательно и интересно вас слушать. Спасибо. У меня маленький вопрос. За рулем я давно, уже 20 лет, в этом году пробовал разные машины, много чего перепробовал. Остаюсь потребителем машин немецкого производства, но вот есть одна машина, которая однажды в силу обстоятельств запала в душу, называется. Будучи в Америке, нам с товарищем попался в прокате такой автомобиль, как Chevrolet Tahoe. И вот отмахали мы на нем по западному побережью почти 2000 миль. Вот запала машина в душу. Ничего не могу с собой сделать. Вот поругайте. Что меня с ним ждет, если я возьму его в нынешнем исполнении? Вы будете по-прежнему счастливы. Он не внедорожник, особенно по геометрии. Как только вы спрыгнули с дороги, то оборвали ему юбку пластмассовую спереди, а во всем остальном есть в этой машине прелесть. И мотор тот самый. Тот самый мотор. Почему, Павел, на нее именно выбор? Потому что... Ну, еще почему? Чем она? Конечно, с дороги-то мы спрыгивали, мы заблудились в долине смерти и выбрались благодаря этой машине. Хотя и колесо пробили, ничего было. Но еще утилитарность. Вот смотрю в сторону других машин, а вот что взять такого надолго, что будет служить долгой и верой и правдой, и не нужно будет там через три года бежать покупать что-то новое? По железу Тахо. По железу Тахо, да, он молодец. Он, конечно, через три-пять лет, например, начнет задавать вопросы по электронике, но это любая машина начнет. И хотя вы выбрались из долины смерти, ну, вообще-то, долина смерти, это не читая Буэраку под Тулой. Вот оттуда, знаете, не все немцы выбрались, а вот из долины смерти практически все. И в этом отношении то, что он геройствовал в долине смерти, говорит скорее о том, насколько долина-то далека от смерти. В нашей стране с ним нужно будет серьезно очень готовиться по бездорожью, то есть по резине, по защите, по тому, чтобы подобрать ему всякие там варианты улыбки, силовой бампер и так далее. Но, если вы влюбились в эту машину и вы понимаете, что это перетяжеленная конструкция, зато с запасом, рама, задняя балка, двигатель, который неубиваемый, после этого, а какая разница? Ну, накроется там что-нибудь мелкое, основное-то не накроется. То есть, вот этой машины хватит на всю оставшуюся жизнь. внукам завещаем. До завтра.